Всем привет! Сегодня расскажем о том, сколько стоят коммунальные услуги в Турции. Вы на канале Турки Спейс, я Олеся. Я Владимир. Погнали! Вообще-то! И начнем со света. Машинка стирает целый день, плита горит, все светится, все телефоны заряжаются. Вот здесь вся комната в телефонах во всем. Коммунальные платежи приходят каждый месяц примерно в одно и то же число. И обычно их бросает под дверь сотрудник, который раз в месяц считывает показатели специальным аппаратом со счетчика. И из которого у него прямо на месте вылезает счет фатура. Да, кстати, счет на коммуналку в Турции называется фатурой. На свете такая фатура выглядит вот так вот. В таком счете на турецком расписаны все особенности платежа, которые вы совершаете. В том числе вписываются суммы ежемесячного депозита, если вы его не оплатили сразу всей суммой при оформлении абонента на себя. Также подробный отчет по платежам можно смотреть на официальном сайте компании, которая обслуживает энергосистему в вашем городе. В Стамбуре, например, это EnergySR. Здесь вот вы можете видеть их сайты, где нужно зарегистрировать свой личный кабинет и можно подробно смотреть все свои счета фатуры. На этом же сайте производится оплата счетов. Ну, или по старинке, прямо с квитанции можно ходить в пункты оплаты. В районе их всегда огромное множество. Смотрите просто вывески с названиями вашей обслуживающей компании. Такие вывески могут быть даже на киосках мобильной связи или невзрачных киосках, которые занимаются приемом таких вот платежей. Так, а теперь перейдем к самим суммам. Цена 1 киловатта в Турции стоит 3,90 лиры или 12,81 рубля. Для примера, в Санкт-Петербурге наш тариф составлял днем 4,28 рублей и ночью 2,36 рублей. В этой квартире мы живем с середины июня и озвучим суммы за полные месяца июль, август, сентябрь и октябрь. И ноябрь. И ноябрь. Кстати, считают здесь так же, как, например, в России. В августе приходит счет за истраченный свет в июле, в сентябре за август, ну и так далее. Несколько месяцев мы платили депозит в общей сумме 360 лир. Три месяца по 120 лир за июль, июль и август. В сентябрь и октябрь уже не платим депозит. Да, и за ноябрь тоже, но еще в Британске пока не пришло. Да. Но, соответственно, тоже не платим депозит. Так вот, счет за июль 278 лир с учетом использования кондиционера, так как было очень жарко. Или же по курсу 913 рублей. Счет за август 150 лир. В этот месяц кондиционер включали гораздо реже, чем в июле. Или 493 рубля по курсу. За сентябрь 94 лир. В этот месяц мы вообще не пользовались кондиционером. Или 309 рублей. За октябрь 216 лир. В октябре мы несколько раз включали кондиционер на обогрев. И часто включали электрообогреватель. В этот месяц мы экспериментировали, как будет дешевле обогревать квартиру газом или электричеством. И большую часть месяца использовали обогреватель. А потом в итоге все-таки перешли на газ. Так как наш турецкий друг, когда спросил, чем вы отапливаете, и когда узнал, что электричество, он пришел в ужас и сказал, что нам надо топить газом, иначе мы обанкротимся на электричестве. Так вот, за этот месяц получилось 710 рублей. За ноябрь квитанция еще не приходила, но возьмем среднюю стоимость, исходя из цены в сентябре, когда мы также не пользовались ни кондиционером, ни электрическим обогревателем. В сентябре это было 94 лиры. Ну, возьмем среднюю сумму 100 лир. Или 330 рублей. Для примера, в России мы платили примерно так же за электричество. Иногда больше, иногда меньше. Ну, в среднем то же самое получается. Квитанции за свет в бумажном виде нам не приходят. Только в электронном приходят на почту или в личный кабинет на сайте компании. Оплату мы производим там же на сайте с помощью карты турецкого банка. Наши числа, в которые приходит счет, это с 10 по 15 число. И оплату необходимо произвести до конца месяца. И если этого не сделать, то дается еще 2 недели на оплату. И если через это время не усуществить оплату, то приходят коммунальщики и обесточивают твою квартиру, пломбируя счетчики. Не включат, пока не будет внесена нужная сумма. А еще через 2 недели подают в суд на владельца абонемента. Ну, если ты не заплатишь. То есть не на владельца квартиры, а на того, на кого зарегистрирован абонемент коммунальных услуг. Здесь в Турции не так, как в России. Если ты собственник квартиры, то значит собственник всех коммунальных услуг, которые там находятся в этой квартире. Здесь же нет. Здесь, если ты пустил жильцов, то они оформляют все коммунальные на себя и несут полную ответственность за эти коммунальные платежи. Собственник к квартиру уже не имеет никакого отношения. Поэтому и в суд на тебя подают. Да, здесь с этим в Турции долго не думают. Либо сиди без света, а потом приходи в суд, оправдывайся, либо плати. Это, кстати, касается и остальных коммунальных платежей, таких как вода и газ. Вот так вот. Ценные сведения. Дальше про воду. У меня опять пришел счет за воду, он опять огромный. Он гипербольшой, я не понимаю, почему. Я не могу столько воды тратить, но соло, но это невозможно. Стоимость за кубометр в Турции составляет 7 лир 80 карушей. Это копейки по-русски. Или 25 рублей 86 копеек. Плюс цена за канализацию. В нашем доме она 81 лира 90 карушей. Или 269 рублей. В Санкт-Петербурге наш тариф был за кубометр горячей воды 112 рублей 81 копейка. За холодную воду 33 рубля 12 копеек за куб. И за водоотведение 33 рубля 68 копеек. Так же за куб. Как видно из цифры, в России вода складывается из нескольких показателей. И поэтому выходит сумма немалая. В Турции нет центрального горячего водоснабжения. Поэтому и платить за горячую воду не нужно. И здесь не считается водоотведение. Здесь считается сумма за канализацию, которая фиксированная. Депозит на воду у нас составил 250 лир в сумме. Которую мы делили на 4 месяца в неравных частях. Таким образом, за половину июня мы заплатили 129 лир. Из которых 37 лир 36 карушей. Это был депозит. За июнь нам квитанцию не присылали. А выставили счет в личном кабинете в Едивлет. Где, кстати, и производится оплата по карте турецкого банка. За воду, например. Что такое Едивлет? Вот здесь вот посмотри. Как выглядит квитанция, вот на экраник мы приложили. Квитанция, которая пришла 15 августа со счетом за использованную воду в июле, составила 80 лир. 62 лир и 48 карушей, из которых был депозит. И здесь явно у них произошел какой-то сбой. Потому что, судя по квитанции, они неправильно посчитали показатели счетчиков. И они были перечитаны в следующем месяце. Помнишь, мы еще с тобой долго думали, а что такая маленькая квитанция? Как это вообще возможно? Ну да, это нереально. Поэтому сумма квитанции, которую мы получили в сентябре за август, была уже значительно выше. И составляла аж 356 лир, депозит из которых составил 62 лир и 48 карушей. И здесь уже похоже на правду сложенный за один месяц и полмесяца использование воду. А вот в октябре за сентябрь уже 218 лир. И в этой сумме остаток депозита 87 лир и 68 карушей. В ноябре за воду, использованную в октябре, уже мы платили без депозита. И он составил 146 лир. В рублях это выходит 480 рублей. За ноябрь мы заплатили 139 лир или 464 рубля. И вот вода в Турции, как по нам, сильно дешевле, чем мы платили в Санкт-Петербурге. Хотя количество кубов, которые мы тратим, они равны тому, что мы тратили и там. За воду в Санкт-Петербурге мы, например, в среднем платили 2000 рублей в месяц. Это за горячую, за холодную, водоотведение и водонагрев. Оплата производится воды, вот как мы уже сказали, уже в личном кабинете на Едивлете. Это такой портал государственных услуг. Ну или так же, как со светом, с квитанцией идете в пункты оплаты. И последний пункт это газ. Метеорит был газообразным, то есть жесткий газ. Лед из газа. Газовый лед или как межпланетные тела. За газ самый большой депозит. У нас он 775 лир. И мы до сих пор его платим. Разбит он на 6 месяцев по 129 лир. КВт-час стоит 0,47 лиры. Ну 47 местных копеек. Кубометр 11 лир. За июль с учетом депозита мы заплатили 403 лиры. Если вычесть депозит, то получается истратили газа на 274 лиры или на 900 рублей. За август мы заплатили 407 лиры. И с вычетом депозита потрачено 278 лир или 913 рублей. За сентябрь 453 лиры. И за вычетом депозита получается 324 лиры или 1064 рубля. За октябрь 361 лиры. Не считая депозита, получается 232 лиры или 762 рубля. За ноябрь с использованием отопления весь месяц заплатили 763 лиры. И минус депозит 634 лиры. В рублях это 2116 рублей. За газ также нужно платить на индивилет с помощью карты или идти в пункт приема платежей. Итого, если посчитать за месяц без использования отопления, возьмем октябрь, вычетный депозит за газ, так как все депозиты все равно вернутся на карту после закрытия абонементов, когда съезжаете с квартиры, то получается 216 лиры электричества плюс 146 лиры вода и 232 лиры газ в 594 лиры или 1995 рублей. А если взять месяц ноябрь, где было использовано отопление весь месяц, и также отнять депозит за газ, то получается, что 100 лир свет плюс 139 лир вода и 634 лиры газ. Итого, 870 лиры или 2932 рубля. Это средняя ежемесячная стоимость коммунальных услуг квартиры, которую мы платим с учетом какого-то месяца отопления и без отопления. Ну и плюс ежемесячный айдат. Если на российский манер, то это оплата за общедомовые нужды, оплата уборки. У нас айдат выходит 550 лир, он фиксированный. Когда мы въезжали сюда, он составлял 350 лир, теперь уже 550 лир. Он везде сильно разный. Он может стоить как 70 лир, так и все 2000 лир. Все зависит от того дома, в котором вы живете, и какие услуги предоставляет этот дом. Если это, например, ситое, где есть и бассейны, и спортзалы, и хамамы, то айдат всегда выше, чем в обычном доме. Если же этот дом, не относясь к жилому комплексу, то значительно ниже. Вот у нас приятели живут в доме, недалеко от нас платят 70 лир всего лишь. У них там вообще ничего нет. Да, на первой квартире у нас был айдат 100 лир, но там тоже ничего не было. Здесь у нас свой сад и садовники, регулярная уборка, бассейн, поэтому айдат выше. Бассейн, охрана, уборка каждый день, кстати, между прочим. Весь подъезд каждый день намывают. И охрана. На самом деле охрана – это очень приятная вещь, потому что они решают очень много вопросов. Даже когда, особенно иностранцу, бывают такие моменты. Ну, всем известно, что в Турции иностранцев проверяют их место жительства. Периодически приходит полиция. Они могут как позвонить на телефон, так и не позвонить, а прийти с проверкой. Это все зависит от ситуации, как они сами решат или от загрузки. Я не знаю, как это складывается. И если тебя нет дома, то они всегда подойдут к охране и спросят, есть ли тут такие, показав фотографию, назвав имя. А если охраны нет, то спросить особо им не у кого. То есть соседи, они могут знать вас в лицо, а могут и не узнать на фотографии. То есть здесь ситуация тоже такая, человеческий фактор. И может при возникновении неприятной ситуации. А с охраной, то есть ты всегда способен, спокоен, что они, ну, всегда скажут все, что нужно. Примут корреспонденцию какую-то, почту и так далее. Да, а еще они сюда лишнего никого не пустят. Как меня первый день не пускали, пока еще не знали меня, кто я такой. Не пускали, допрашивали, кто ты, куда идешь, зачем ты точно здесь вот живешь. Член клуба. Да, ты член клуба. И таким образом, если сложить 594 лиры, которые получились за коммуналку, и 550 лир, то получается 1144 лиры в месяц, это без утопления. Рубляк это 3843 рубля. И в месяц с использованием отопления получается 4780 рублей. Это 873 лиры коммуналка и 550 лир Айдат. Или 1423 лиры. И это намного меньше, чем то, что мы платили в России, в городе Санкт-Петербург. Там каждый месяц мы платили в среднем 7-8 тысяч за 51 квадратный метр. Это с учетом всех, совершенно услуг, в том числе общий домовой. Так что, ну, судите сами, дорогая ли коммуналка здесь или нет. Для нас в сравнении с тем, что мы платили в России, то нет, так как мы платим почти в два раза меньше. А в некоторые месяцы и в два раза меньше. Напиши в комментариях, кстати, относительно твоего города, дорого это или же нет. Нам интересно послушать. А пока ставь палец вверх, если видео было полезным. Подписывайтесь на наш канал, чтобы нас становилось больше и чтобы не пропустить новые интересные видео. Связаться с нами можно при помощи почты, указанной под видео. А также можно присылать свои письма, под видео писать свои комментарии, задавать нам вопросы. А также с помощью сайта, который также есть под видео, можно всегда у нас попросить о помощи в поисках аренды квартиры или для покупки квартиры, а также в сопровождении оформления в Энджи. И всегда можете воспользоваться функцией Суперспасибо, чтобы поддержать наш канал. Обнили, подняли и немножечко хрустнули, чтобы было приятно. Всем пока! До свидания!